YouTube начал подготовку к запуску игрового подсайта gaming.youtube.com, который станет доступен всем желающим уже в ближайшее время. YouTube Gaming это специальный сервис для поклонников видеоигр, доступный как через интернет, так и с помощью мобильных приложений для iOS и Android. Уже на момент старта сервис будет содержать более 25 тысяч страниц популярных игр, как современных, так и хитов прошлых лет, на которых собрано все лучшее видео по ним. Основную ставку в YouTube Gaming делают на онлайн-трансляции, создатели сервиса утверждают, что проводить их станет намного проще и удобней. Уже сейчас можно протестировать собственные эфиры через YouTube и действительно посмотреть, насколько стало просто их проводить. Мы будем отслеживать все изменения и знакомить вас с ними в наших будущих выпусках новостей. ESL и ESL не останавливаются на достигнутом совместном партнерстве и анонсируют новый ивент, который направлен на популяризацию Counter-Strike на рынке Австралии. Киберспорт в этом регионе развит, однако по оценкам двух проектов не до конца, и по предварительным данным аудитория может быть в разы выше, чем на текущий момент. Сам турнир пройдет в городе Мельбурн, в одном из крупнейших комплексов казино во всем мире. Именно в театральном зале и будут проводить данное мероприятие. Призовой фонд турнира составит 40 тысяч долларов, за которые будут бороться Virtus.pro и Cloud9. Они будут единственными представителями из профессиональных команд. К ним также присоединятся различные коллективы из Новой Зеландии и Австралии. На данный момент от организаторов не было информации ни по поводу формата проведения матчей, ни распределения призового фонда. Те, кто смог успешно выступить на чемпионате мира по второй доте, проводят незабываемое межсезонье. Всегда приятно выиграть много денег, да еще и в любимой игре. Ну а те, кто с грохотом провалил главное событие, изо всех сил латают дыры в своем киберспортивном корабле. В этой новости речь пойдет о корабле под названием Natus Vincere. Dota 2 состав потерпел крушение на пятом Интернешнале и теперь вынужден обновлять свой так называемый экипаж, чтобы в будущем закрепиться как можно ближе к топ-полу мировых команд. Первым борт Na'Vi покидает Иван Антонов, капитан команды Na'Vi, который, по мнению многих, стал ключевым фактором проигрыша состава на минувшем Грэмслэме. Со слов Ивана, это было коллективное решение. В данный момент Artstyle взял небольшую паузу в киберспортивной карьере, однако в скором времени он вернется на просцену, чтобы вновь пытать счастье в борьбе за чемпионство. Помимо Artstyle команда покидает Иван Скоро, однако кто прибудет на их места, пока не ясно. На сервере карточной онлайн игры Hearthstone Heroes of Warcraft установлено четвертое по счету дополнение Большой Турнир. Оно добавляет в игру 132 новые карты, а также прочие мелкие улучшения, например награды за ранг, полученные в текущем месяце. Карты дополнения будут продаваться в специальных бустерах, которые можно приобрести как за игровую валюту, так и за реальные деньги. Для карт Большого Турнира разработаны две совершенно новые игровые механики. Воодушевление усиливает карту каждый раз, когда игрок использует классовую способность своего героя. Ну а при разыгрывании карты поединок показывается по одному существу в колоде каждого игрока. Если существо владельца карты стоит дороже, то он получает дополнительный бонус. На сегодня у нас все, дорогие друзья. Играйте, выигрывайте. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok